Вот годовые кольца. Не знаю, как они считаются. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут больше пятнадцать. Очень давно уже. Это были молодые, здоровые лиственницы. Рядом с ними также лежат на земле тополи, клён. Вдоль почти всей улицы Павлова повалено несколько десятков деревьев. Местные жители были в шоке, когда увидели эту картину. Пенсионеры все в шоке на валерьянке. Вот от одной женщины конкретно пахло валерьянкой. То есть она говорит, я увидела, мне стало плохо с сердцем, у меня поднялось давление. Я, говорит, напилась в валерьянке и пошла на улицы обсуждать это с соседями. До сих пор возмущению людей нет предела, ведь от деревьев в их районе избавляются завидным постоянством. Взамен крупномеров высадили несколько яблоней, ёлочек, но они уже засохли. Извините, посадили, а поливать кто будет? Папа римский. И вот это безобразие опять, что это такое всё поспилили. Вот там один тополи, славцы, автоносцы. Многолетние кедры, шосы, пилят. Возмущённые жители уже написали заявление в полицию. Как оказалось, крупномеры попали в санитарную зону линии электропередач, которые тянутся здесь вдоль улицы. Крупные деревья вблизи ЛЭП угрожают безопасности, утверждают в МРСК. Может случиться пожар или обрушение линий. Только в этом году тысячи крупномеров были уничтожены под этим предлогом. Вырубки проходили на острове отдыха, на улице Вавилова. Больше всего ценных пород деревьев погибло при вырубке в Академгородке. Общественники бьют тревогу. Городские чиновники и депутаты отправляют жалобы в природоохранную прокуратуру. Но там один ответ. Всё по закону. И компенсировать вырубленные деревья энергетики не обязаны. И как говорят они сами, это только начало. Объём работы, который необходимо провести по городу Красноярска, он очень большой. И оставлять эту работу на зимний период нет смысла. Эту работу надо проводить сейчас в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Если кустарник по роду своей растительностью не вырастает более 4 метров, то он особо вырубке не подлежит. Если деревья находятся на территории парка, то тогда работники МРСК согласуют вырубку с городом. Решают, где можно пересадить или провести декоративную обрезку. В остальных случаях рубят с плеча, оставляя одни пни. Процедура узаконена постановлением правительства, которому уже 10 лет. Но активно рубить растительность энергетики принялись почему-то только в этом году. Говорят, даже не пожалеют березку, которая растет под окнами офиса МРСК. Но она тоже пойдет под пилу. На самом деле, в течение этого сезона и всего года, если говорить, начиная с весны и зимы, то достаточно много деревьев было снесено компанией МРСК. Именно в рамках работы по обеспечению безопасности линии электропередач. И вместе с депутатами городского совета, вместе с общественниками сейчас мы пытаемся разработать такие правила благоустройства города Красноярска, которые бы предусматривали досконально, но как будто более бережное все-таки отношение к зеленым насаждениям городским. В администрации считают, что при каждом факте вырубки должна выезжать специальная комиссия, которая сможет минимизировать ущерб зеленому поясу города. Но пока такая процедура не узаконена, деревья продолжают валить и налево, и направо. Очередной пример нерационального благоустройства мы находим прямо в центре города. Вот здесь, на перекрестке Марса-Декабристов, повалили несколько деревьев. Вот только корни остались торчать из земли. Мы спросили в администрации, зачем это было сделано. Нам ответили, потому что здесь будут высажены деревья. Я лично сам еще не до конца понимаю концепцию, но чиновники уверены, что все делают правильно. Антон Шевчук, Алексей Егоров, Афонтова новости.